Радостная легенда сегодня народная артистка России Ирина Муравьева отмечает юбилей. Я всегда был влюблен в эту актрису. Ее самоотверженность – пример для подражания. Если надо в кадре кататься на роликовых коньках, значит наденет их и покажет класс. Надо быть неуклюжей. И это она может. Когда я приехал в Москву из Харькова, очень хотел посмотреть ее на сцене. Она тогда служила в театре Майсовета, играла грушеньку в «Братьях Карамазовых». Это была очень серьезная работа, театралы толпами шли на нее. А потом судьба свела меня на съемочной площадке с ее коллегой по театру Юрием Кузьменковым. Узнав про мою любовь к актрисе, он пригласил меня на спектакль. Это была такая радость. На служебном входе после спектакля я наконец встретился с Ириной Вадимовной и наговорил ей комплиментов. Прошло время, я поступил на службу в Малый театр, и оказалось, что Ирина Муравьева уже в его трупе. Наши знакомства она, конечно, не помнила. Я был счастлив, что мог и за кулис наблюдать, как она играет Аркадину в «Чеховской чайке». Позже мне повезло. Юрий Соломин распределил нас в один спектакль «Лес», который он ставил. Ирина Вадимовна играла Гурмышскую, а я – ее племянника. Какая же это была радость партнерства. Ирина Муравьева легкая, открытая. На любую импровизацию партнера откликается своей импровизацией. Спустя время Антон Яковлев решил ставить священные чудовища Пажана Кокта. И мы опять встретились в одной работе, но уже в ролях мужа и жены. Нам эта работа давалась непросто. Мы оставались после репетиций, много говорили о произведении, о создании образов. И на этом спектакле очень подружились. Поэтому мне тот опыт особенно дорог. Ирина Муравьева закрытый человек. Даже мы, коллеги, многого не знаем о ней. В свою семейную жизнь она никого не пускает. Это ее территория, на которую посторонним хода нет. Но могу уверенно сказать, что пресса выдумала много мифов о ней. Мол, строгая, необщительная, надменная. Это все не про Муравьеву. Она — человек радостный. После съемок в оскаронастной картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Муравьева могла бы зазнаться, поймать звезду, но такого не было и, уверен, не будет. Ирина Вадимовна — душевный, добрый и отзывчивый человек. В театре нет никого, кто бы мог сказать, что она его обидела, повысила голос. Но если понадобится помощь, она первая откликнется, примет участие, поддержит. Устроить в больницу, найти нужного доктора — все это она делает для разных людей регулярно. И как только она появляется на пороге какого-то учреждения, никто не может отказать ей. Однажды я ее спросил, отчего она не снимается в кино. Ирина Вадимовна сказала, что относится к этому спокойно. В ее жизни было достаточно картин, за которые не стыдно. Поэтому сейчас она очень избирательно подходит к выбору материала. Бывало, что давала согласие на съемки, а увидев фильм, понимала, что это ошибка. Современные режиссеры ничего достойного большой актрисы не предлагают. Зато в Малом театре ее можно увидеть регулярно. На сцене она такая разная. Яркая, взбалмошная, экспрессивная в филумене Мартурона, комичная в женитьбе, легкомысленная и взрывная в на всякого мудреца довольно простоты. И многие зрители идут именно на нее. Покупая билеты, интересуются, Муравьева играет? Тогда берем. Театр — большая часть ее жизни. Его она любит самозабвенно. Дороже театра ей, пожалуй, только семья. А еще Ирина Вадимовна прекрасно готовит. В спектакле «Чайка» в финале все герои сидят за столом. И артисты сговорились, что на каждый спектакль будут приносить что-то вкусное. Какой же невероятный торт испекла Муравьева. Коллеги были поражены ее кулинарными способностями. Муравьева — одна такая. Актриса с большой буквы — легенда. И сегодня она уже достояние не только театра, но всей страны. Автор — народный артист России, актер малого театра.